У меня большое удовольствие приветствовать премьер-министра Греческой Республики и его превосходительство Алексиса Ципроса. Я предлагаю ему обратиться к Генеральной Ассамблее. Господин председатель, уважаемые коллеги-делегаты, дамы и господа. Прошло 70 лет с того момента, когда была основана Организация Объединенных Наций после самой опустошительной войны в истории человечества. После этой войны благородные декларации ООН вызвали к жизни и надежды на общее мирное будущее на основе всемирных ценностей, социальной справедливости и уважения прав. С того времени было достигнуто многое, однако, к сожалению, видение основателей Организации отнюдь не выполнено еще в полной мере. Сегодня мы свидетели крупнейшего гуманитарного кризиса, беспрецедентного движения перемещенных лиц и усиления нищеты, насилия, экстремизма и нарушений прав человека. И, несмотря на это, для нас очень важен вопрос, не применительно к тому, в чем состоят наши проблемы. Ведь народам мира очень хорошо известно, что их волнует изо дня в день. Главнейший вопрос, ради которого и была учреждена эта великая организация, заключается в том, как конкретно заниматься этими вызовами, исходя из наших общих ценностей, по уставу Организации Объединенных Наций. И, к сожалению, с года в год, как видно, мы не просто возвращаемся к тем же самым проблемам, но и к тем же самым рецептам, которые в свое время и вызвали эти проблемы. Именно по этой причине самый большой вызов перед нами – это вызов в отношении нашего существования, как быть со старыми рецептами – социальной изоляции, политической фрагментации, экономической агрессии. Как нам сделать так, чтобы мы отстояли свое будущее, шаг за шагом, продолжая это делать? С уверенностью нам необходимо научиться тому, чтобы учиться своим ошибкам. Позвольте мне остановиться на усилиях своей страны в деле преодоления конкретных кризисов за последние несколько лет. Как многие ваши страны знают, Греция очень пострадала от экономического кризиса 2008 года, который был связан со структурными недостатками нашей экономики, большим долгом, бюджетным фрагментом. Однако нам дали неолиберальный рецепт, как и другим европейским странам, и его выполнение обернулось опустошительными социальными издержками, что лишь усугубило экономические и налоговые кризисы взамен того, чтобы помочь эти кризисы преодолеть. Мы потеряли 25% ВВП, коэффициент долга ВВП подскочил до 180%, при этом безработница вышла на уровень в 27%, а образованные выпускники стали выезжать в европейские страны во все больших количествах. Мы слышали убежденные требования некоторых о том, что Греции следует либо выйти из еврозоны, либо пойти на такие институциональные структурные реформы, которые будут сопровождаться мерами жесткой экономии, сокращения социальных льгот и заработной платы. После долгих месяцев переговоров Греция согласилась на стабилизационную программу, которая предусматривает реформы госадминистрации, пенсионной системы и системы налогообложения и дает нам возможности стабилизировать свою экономику через репрофилирование задолженности. К сожалению, в то же самое время в отношении нас были установлены меры, которые дополнительно усиливают бремя на плечах общества и экономики. И, конечно же, следовало бы избежать таких мер. Нам необходимо тогда было и сейчас бороться шаг за шагом за то, чтобы наша повестка была бы ориентирована на рост, а не на жесткую экономию. Нам необходимо обеспечивать наиболее уязвимых членов своего общества и справедливо распределять бремя. Необходимо развивать связи экономики и обеспечивать восстановление доверия в связи с необходимостью перестройки нашей задолженности. Насколько знакомо все это другим на ассамблее, как часто с 70-х годов страны в развивающемся и в недавнее время в развитом мире сталкивались с такими проблемами. Я даже не имею в виду кризисы, я имею в виду те рецепты, которые предлагали для того, чтобы их преодолеть. Нам следует признать, что нам необходима такая глобальная финансово-экономическая система, которая была бы ориентирована на содействие национальным стратегиям роста в рамках нашей повестки по развитию на период после 2015 года. Нам необходимо обсуждать этот вопрос о реорганизации задолженности на всех компетентных площадках, включая и данную в связи с развитием роста, а не жесткой экономии. Еще один региональный европейский кризис, который прежде всего беспокоит Грецию, это беспрецедентный поток мигрантов. С начала года более 300 тысяч человек, большей частью Сирии, Ирака и Афганистана, попало в страну в целях дальнейшего движения в другие страны Западной Европы. Греция, подобно всем другим европейским странам, внезапно столкнулась с этим вызовом. Тем не менее, народ Греции продемонстрировал свою солидарность и предоставил размещение и продовольствие для беженцев. В основе сотрудничества с Евросоюзом и другими международными организациями, мы делаем все возможное для того, чтобы организовать эти потоки самым эффективным и человечным образом. Мы повышаем качество работы учреждений по приему мигрантов, упрощаем процедуру идентификации, а также формируем специальные кризисные центры для содействия переселению. Тем не менее, необходимо также, чтобы кто-то решительно занялся решением проблемы для того, чтобы не выталкивать куда-то подальше мигрантов от себя. Мы не считаем, что будущее Европы или будущее нашего мира можно строить при помощи все более высоких стен или тогда, когда дети гибнут у нас, у самых дверей. Даже когда люди забывают о том, что многие наши предки были беженцами и мигрантами, мы не можем допускать, чтобы чувство ксенофобии разрушало наши общие принципы. В рамках ООН нам необходимо создавать механизмы переселения для стран, которые находятся в Сирии, которые также возбуждаются в непосредственной помощи в плане беженцев и борьбы с контрабандными людьми. И такие механизмы переселения вместе с механизмом переселения в Европе дадут надежду этим людям и также будут противодействовать контрабандистам. Кроме того, нам необходима дополнительная поддержка для всех прифронтовых европейских государств, подобно Греции, в плане организации и управления такими потоками. Греция также находится в центре третьего кризиса безопасности, который вызвал такой кризис беженцев. Мы сейчас находимся в центре центра дестабилизации. Север Украина, с юга, с запада и юго-восток, это Ливия и Ближний Восток. Находясь в условиях такой нестабильной среды, мы всячески стремимся упрощать региональную безопасность и намерены поддерживать любые усилия в интересах мира и стабильности. И тем не менее, мы слышим о том, что некоторые настаивают на том, что следует идти путем односторонних инициатив, не принимая во внимание перспективы и последствий. А может быть, стоит оставить конфликты на режим саморазрешения без того, чтобы попытаться как-то стабилизировать и исправить. Конечно же, это те же самые ошибки, которые привели нас к такой ситуации изначально. У нас нет роскоши выбирать по внешней политике заранее. В Сирии нам необходимо действовать решительно, отстаивая примирение и политическое регулирование, благодаря которому удастся заложить основы передачи власти в Сирии, как и предусмотрено в Женевском коммунике. В этой связи мы поддерживаем инициативы, направленные на взаимодействие и сотрудничество со всеми соответствующими региональными и международными действующими лицами. По Ливии мы в полной мере поддерживаем усилия ООН и приветствуем успешное завершение переговоров и политического диалога на прошлой неделе. Кроме того, мы считаем, что мирный процесс на Ближнем Востоке имеет ключевое значение для региона. Новая динамика для нахождения решения заслуживает решительной поддержки для того, чтобы создать государство Палестина на основе границ до 1967 года с столицей в Восточном Иерусалиме на основе принципа мирного существования с Израилем. Касательно Украины, мы поддерживаем ее территориальную целостность, независимость и суверенитет в пределах международно признанных границ. Мы признательны нормандской группе за усилия и за примирительную роль ОБСЕ в целях недопущения повторения порочного круга милитаризации в регионе. И мы призываем тех, кто подписал Минское соглашение, в полной мере его выполнить. Мы также глубоко озабочены в связи с тем, что джихадизм поднимает голову. Им нужно заниматься решительно и всесторонне. Помимо тех кризисов, о которых я говорил, хочу сказать, что мы придаем особое значение взаимодействию со своими непосредственными соседями. Также очень важно содействовать реализации новых инициатив взамен того, чтобы прятаться в тупиках прошлого. Я говорил о необходимости того, чтобы не строили стены. И действительно, постыдно, что за последние 41 годы те же самые годы, как и мой возраст, все это время Кипр был разделенной страной. Сегодня, в свете условий дистрибизации в нашем регионе, наверное, наступило время придать дополнительную динамику поиску взаимоприемлемых справедливых способностей облимливающего решения кипрского вопроса, исходя из точки резолюции ООН и кипрского членства в Евросоюзе. В интересах всего населения Кипра, как киприотов-греков, так и киприотов-турок, а также их сообществ. В этой связи хотел бы подчеркнуть всестральную поддержку Греции, межообщинных переговоров под эгидой президента Анастасия Адеса и главы сообщества киприотов-турок, господина Кеничи. Я твердо верю в то, что реальное и прочное урегулирование в конечном счете будет возможно в отношении международного вопроса безопасности с отменой анакаронистического договора Альянса и гарантии с выводом всех иностранных войск, включая войск, которые оккупируют северную часть острова, как региональная сторона, которая содействует безопасности в своей зоне коррекции, всячески способствует усилиям по налаживанию сотрудничества с Турцией. Мы поступаем таким образом через широкий спектр инициатив, включая в контексте пошления диалога и меры укрепления доверия, исходя из соблюдения в полной мере требований допрососедских отношений и международного права в отношениях с Турцией, а также в контексте жизнеспособного и справедливого урегулирования кипрского опроса в качестве предварительного условия полноценной организации греко-турецких отношений. В том, что касается западно-балканского региона, мы содействуем укреплению отношений и выполнению обязательства в контексте европейской перспективы региона. Греция активизировала свои усилия по урегулированию старых споров в регионе, включая и по вопросу о бывшей Ягославской республике Македония. Мы предложили прагматичные основы, которые позволят прийти к договоренностям и согласовать комплекс мер укрепления доверия, благодаря чему у нас будет возможность дополнительно усиливать двустороннее сотрудничество и доверие. Господин председатель, Народы мира стремятся к лучшему будущему для себя и для своих детей. Люди моей страны изо дня в день кропотливо трудятся с чувством гордости и достоинства для того, чтобы преодолеть кризис и восстановить надежду. Даже в самый трудный час они оказывают помощь тем, кто нуждается еще больше, кто бежит из зон конфликтов. Даже в самый трудный час они отстаивают свои демократические права по выбору собственной судьбы. Вот каждодневный пример того, как народ настаивает даже в самых трудных условиях на соблюдении своих элементарных человеческих и демократических прав. Нам следует руководствоваться именно таким примером при выработке последующих шагов на пути к безопасному, справедливому и процветающему миру для себя и для грядущих поколений, которые будут в нем жить. Большое вам спасибо. От имени Генеральной Ассамблеи хочу поблагодарить премьер-министра Греческой Республики. Прошу службу протокола сопровождения.